Минувшая неделя напомнила нам, что современным автомобильным миром правят кроссоверы. В России готовится выйти наследник легендарного FX-а, Infiniti QX55. Мировую премьеру справил новый Gag GS8. Рестайлинга дождался китайский Gile Binyue, то есть Cool Rain. А рамный HVL H9 пережил уже третью модернизацию. В Мексике освоили обновлённый Jeep Compass. Такие же машины появятся и в России. А вот переднеприводные Fiat Pulse и Volkswagen Tigre мы в гости не ждём. Хотя оживить наш томный рынок точно бы не помешало. Первый купеобразный кроссовер Infiniti, модель FX, появился задолго до того, как это стало мейнстримом. Но затем покинул гамму марки. Его идеологическим преемником отныне станет модель QX55, созданная из практичного QX50, хотя дизайнеры постарались перекроить образ исходника. Так купеобразный формат подчёркнут фирменным обвесом кузова, крупной решёткой радиатора и оригинальным оформлением кормы. Интерьер один на двоих. Также общим местом оказался двухлитровый турбомотор, знаменитый переменной степенью сжатия. В российской версии он выдаёт налоговыгодные 249 сил. С ним состыкованный вариатор и полный привод. Начальная комплектация стоит больше 4 миллионов рублей. Базовый 55-й имеет 8 подушек безопасности, отделку салона кожзамом, двухзонный климат-контроль, продвинутую медиасистему, светодиодные фары, электропривод крышки багажника и 20-дюймовые колёса. Немецкие конкуренты обойдутся сильно дороже. Однако поставки фиников запланированы на середину осени. И к тому моменту ценники запросто могут быть переписаны. Ещё одно событие из премиального сегмента — начало российских продаж обновлённого седана Genesis G70. Именно седана, ведь невероятно красивый универсал, адресован строго европейской публике. От дореформенной машины новинка отличается полностью перекроенной внешностью и слегка изменённым салоном. В частности, по центру передней панели теперь прописался экран медиасистемы на 10 с четвертью дюймов вместо прежних восьми. Кроме того, к двум версиям двухлитрового турбомотора прибавился могучий наддувный V6. Все семидесятки имеют восьмиступенчатый автомат и полный привод, но вдобавок появилась возможность заказать заднеприводное исполнение. Кроссовер Fiat? Не, не слышали. Давно. Ведь моду на кроссовера итальянцы проспали. И в глобальной гамме есть только малыш Fiat 500X. И так будет ещё долго, ведь новый Fiat Pulse разработан в Бразилии и предназначен для Латинской Америки. А жаль, машинка получилась ладная. В её основе бразильский же хэтчбэк Fiat Argo. Но для паркетника придумали собственное оформление передней и задней части, приладили логотип в виде простой надписи Fiat вместо круглого медальона и растянули на сантиметр колёсную базу. Интерьер у Pulse совершенно оригинальный, с 10-дюймовым экраном и виртуальными приборами. Красная кнопка на руле активирует режим Sport, но едва ли его поддержит простенькая техника. С пятиступенчатой механикой или вариатором сочетается 100-сильный четырёхцилиндровый атмосферник. А ещё есть литровая турбо-тройка, которой положен шестиступенчатый автомат и электронная имитация блокировки дифференциала. Естественно, переднего, ведь кроссоверу с полузависимой балкой полный привод не достался. И снова жаль. Добавить бы сюда версию 4х4, поставить локализованный в колоде турбодизель и продавать миллиона за полтора. Но нет. Осенью Fiat выйдет на рынки Южной Америки, затем, возможно, Индии. Помните бразильский Volkswagen Nivus? Понимаем. У Volkswagen кроссоверов как молекул в океане. Представленный год назад купеобразный паркетник был адресован Латинской Америке. Но теперь готова и европейская версия. Модель переименована в Тайго и отличается бамперами и рисунком задних фонарей. Но кузов остался прежним. В упрощенном смысле Тайго — это приподнятая версия европейского хэтчбека Пола. А платформу MQB A0 используют еще Тикросс, Тирок и свежая Шкода Фабия. У Пола взятый интерьер с цифровыми приборами на 8 или 10 дюймов, 7 или 9 дюймовый мультимедиа и другими фольксвагеновскими элементами. Набор агрегатов ожидаем — это 2-литровые турботройки и 4-цилиндровая полторашка, которые сочетаются с 5- и 6-ступенчатой механикой, а также с 7-ступенчатым преселективом DSG. Привод, разумеется, передний. Собранные в испанской памплоне Тайго разойдутся по Европе, Турции и Северной Африке. На появление новичка в России мы не надеемся, ведь родственный Тикросс нам обещали еще два года назад. Мировая премьера рестайлингового кроссовера Jeep Compass состоялась еще прошлой осенью в Китае. Затем обновленные машины дебютировали в Индии, Южной Америке и Европе. И почему-то только сейчас представлена вроде бы основная или уже нет? Версия для Америки. Для нас это важно, потому что собранные в мексиканской Талуке автомобили отправляют не только в США, но и в Россию. Рестайлинг принес джипу более узкие фары и усложненную решетку радиатора, а вот салон переделан полностью. По центру выставлен экран мультимедийки Uconnect 5 с диагональю 8 или 10 дюймов. Традиционное внедорожное исполнение Trailhawk выделяется оригинальными скошенными внизу бамперами, приподнятым на 2,5 см дорожным просветом и особой трансмиссией Active Drive Flow. Имеется в виду увеличенное передаточное отношение у главной пары, которая позволяет использовать первую передачу вместо понижайки. В обычных условиях автоматическая коробка стартует со второй. Атмосферный двигатель 2.4 не тронут. Сообщают только о переработанной системе старт-стоп. При полном приводе мотор сочетается с 9-ступенчатым автоматом, а переднеприводным версиям положен с 6-ти диапазонной. Продажи машин в США стартуют осенью, а в России компас обновится не раньше следующего года. И еще немного о джипах. Напомним, что новое поколение Grand Cherokee пока представлено только удлиненной на 20 см версии L. Стандартный внедорожник должен дебютировать в конце августа на автосалоне в Нью-Йорке. Но вот первое изображение, причем сразу в гибридной версии, которую Альянс Телантис раскрыл, отчитываясь о своей стратегии электрификации. Подключаемый к розетке Grand Cherokee должен быть аналогичен Ренглеру. Там система основана на 2-литровой турбочетверке и совокупно выдает 380 сил. Но точные характеристики мы узнаем позже. Перенесемся в Китай, где марка ГАК, то есть автомобильная группа Гуанчжоу, только что выкатила второе поколение флагманского кроссовера GS8. Модель осталась узнаваемой, хотя габариты серьезно подросли. Интерьер не раскрыт, но обещан трехрядный салон на 6, 7 или 8 мест. Зато китайцы подробно рапортуют о внедрении свежей платформы. Напомним, что прежняя была лицензионной итальянской, проще говоря, от Альфы 166 и Лянчи Тезиса. Новая тележка архитектурно прежняя, то есть двигатель установлен поперечно, основной привод передний, а подвески Макферсен спереди и многорычажка сзади. Двухлитровый бензиновый турбомотор не стал мощнее, но прибавил символические 10 ньютон-метров крутящего момента. Зато ассистирует ему уже не шести, а восьмиступенчатый автомат. Из действительно нового гибридная версия неизвестных характеристик, зато на тойотовских агрегатах. Вместо автоматической коробки передач использован электромеханический вариатор THS. Продажи в Китае начнутся осенью, причем выпускать обе генерации будут параллельно. И это значит, что в Россию пока продолжатся поставки первого поколения. А новинку мы в скором времени не ждем. Рамный Хавейл H9 образца 2014 года в России известен хорошо. Устав бесконечно ждать по-настоящему современного ОАЗа, внедорожники тульской сборки охотно закупает даже российская армия. В Китае Гориземес обновляли уже дважды в 2017 и 2019 годах. В России время течет медленнее, поэтому наш, то есть тульский H9, это свежий салон 2019 года плюс дореформенная внешность 2017 года. Тем временем на родине H9 только что модернизирован в третий раз. Светодиодная оптика у Хавейлы уже была, а вот гипертрофированная решетка делает слишком очевидные реверансы ленд-крузеру парада. В салоне снова увеличен экран медиасистемы, которая лишилась кнопок. О новых агрегатах не слышно ничего. Напомним, что в Поднебесной H9 продается только с бензиновым турбомотором и полным приводом. Китайскую публику за обновленными Хавейлами пригласят в конце лета, а в России модернизация явно затянется. Компактный Джили Кул Рэй вышел на российский рынок всего полтора года назад. Но в Китае модель Виньюэ продается с 2018 года, и это уже повод для рестайлинга. Вот только обновок оказалось немного. Сгибайте пальцы. Новая решетка без хрома, но с ячейками сотами, новый бампер с треугольными боковыми воздухозаборниками и серой X-образной вставкой, сзади новый псевдодиффузор на бампере и спойлер сверху. Дисплей медиасистемы увеличен с 10 до 12 дюймов. С трансмиссионного селектора убрана кнопка паркинга, подправлена отделка и контурная подсветка. На этом, видимо, всё. На родном рынке Биньюэ продается с собственным турбомотором 1.4 и вольвовской турботройкой 1.5. В России представлена как раз последняя, но дефорсированная до 150 лошадиных сил. Ответов на вопрос когда? Пока нет. Китайцам обновленную машину предложат до конца лета. А вот белорусский завод БелДжи, который делает жили и для российского рынка, озадачен сейчас вовсе не освоением модернизированного Кулрея, а выпуском пробной партии из тысячи электромобилей Джили Geometry C, которая должна быть готова уже к концу года. Потенциальных покупателей даже приглашают оставить заявку на сайте. Между тем, российские дилеры начали торговать кроссоверами Хёнде Крета второго поколения. В наличии можно найти почти любую комплектацию, за исключением начальной Prime. Видимо, её банально не поставили на конвейер. По словам продавцов, отгрузки базовой версии могут начаться не раньше сентября, ведь питерский завод корейской марки нынче остановлен на время летних каникул. В качестве альтернативы клиентам предлагают остатки машин первой генерации. Так что сейчас самый доступный вариант купить вторую Крету это Классик за 1 миллион 270 тысяч рублей. Правда, объявленный головным офисом ценник не имеет никакого отношения к реальности. Дилеры не стесняясь прибавляют сверху по 200-250 тысяч целковых. Со средними комплектациями ситуация даже хуже. Как показал наш обзвон автосалонов, дилерские центы не прочь установить допов на 300 или даже 400 тысяч. Так что далеко не топовый автомобиль обойдется клиенту под 2 миллиона. В сентябре российский седан Kia Rio обновится по образцу корейского брата Kia K3. Модернизация принесет свежий дизайн и логотип, телематический сервис Kia Connect, увеличенный на 2 дюйма дисплей медиасистемы, электронный ручник и новые материалы отделки. А вот техника останется прежней. Это атмосферные двигатели 1.6 и 2 литра, шестиступенчатая механика или автомат и передний привод. В российском же автопроме начинается сезон больших отпусков. Заводы на несколько недель останавливают свои конвейеры. За это время важно провести не только обслуживание, но и перестройку производственных линий, если таковая требуется. Перед каникулами дилеров загружают максимальным количеством машин, однако АвтоВАЗ заставил понервничать. Сборка Гранты из-за нехватки комплектующих остановилась досрочно, а возобновится лишь в середине августа. Впрочем, представители автогиганта совершенно спокойны. По их словам, созданного запаса машин хватит надолго, так что дефицита главного бестселлера марки Lada возникнуть не должно. А с сентября на предприятии вообще ведут 9-часовой рабочий день. Что касается Горьковского автозавода, то его инженерам во время корпоративного отпуска предстоит поставить на производство новые версии Газели НН. А ещё доделать новейший Соболь НН. Но мы это говорим вам по большому-большому секрету. Ульяновский автозавод тоже отдыхает. Но перед началом отпуска маркетологи марки УАЗ решили переписать прайс-листы. Вне зависимости от модели и комплектации прибавка составила фиксированные 35 тысяч рублей. Это уже четвёртое подорожание ульяновских внедорожников за последние 7 месяцев, после которого Патриот теперь стоит дороже 1 миллиона рублей. Никакой политики, только бизнес. Так хочется прокомментировать известие об отказе минского автозавода от российских двигателей и трансмиссий. Как сообщили представители белорусского автогиганта своим дилерам, в ближайшее время все, без исключения грузовики марки МАЗ, перейдут на китайские моторы ВИИЧАЙ и коробки передач ФАСТГИР. Напомним, что под Минском работают совместные предприятия МАЗ ВИИЧАЙ и ФАСТМАЗ, что выпускают двигатели и коробки соответственно. Первое делает дизельные и газовые моторы ВИИЧАЙ мощностью от 190 до 460 сил, а второе собирает 6, 9 и 12 ступенчатые механические трансмиссии ФАСТГИР. Собственно, чтобы загрузить мощности обоих СП, МАЗ отказывается от российских агрегатов. Так, каждое предприятие способно выпускать до 10 тысяч единиц продукции ежегодно, что примерно соответствует объёмам выпуска головного автозавода. Российские продавцы белорусской техники восприняли эту новость без энтузиазма. Ведь нашим перевозчикам хотелось бы иметь моторы ЯМЗ. А вот украинским владельцам автопарков китайская силовая линия хорошо знакома, и они считают её достаточно удачной. Между тем, в Нижнем Новгороде между аэропортом Стригена и станцией метро Парк Культуры начали курсировать 17-ти местные электробусы Газель ИНН. На машинах установлены электродвигатели мощностью 100 кВт. Максимальная скорость электробусов составляет 100 км в час, а запас хода на одной зарядке до 120 км. По желанию заказчика запас хода может быть увеличен до 200 км за счёт установки дополнительных батарей. В электрические Газели заложена возможность быстрой зарядки аккумуляторов до 80% за полчаса.